здравствуйте не знаю когда вы сможете посмотреть этот выпуск а что новости посмотреть что-то в ютубе из россии проблема а загрузить туда всего один гигабайт а именно столько весит этот ролик задача не для слабонервных вообще-то я слабонервный обойти вопрос не просто рутуб такой что жаль времени на него потраченного телеграм тот пока работает но уже некоторое время я выкладываю свежие ролики без комментариев и ссылок на телеграм канале форума мск ссылка внизу это пока минута в минуту ссылку даю также в жж илон маск обратился к президенту франции эммануэлю макрону с призывом раскрыть тайну ареста предприниматель основателя телеграм павла дурова для мировой общественности цитата было бы полезно узнать больше подробностей того почему он был арестован написал маск в социальных сетях так он прокомментировал публикацию президент франции в которой макрон утверждает что страна к этому арест не причастны еще маск написал что таким макаром к 2030 году в европе начнут казнить за лайки ну так мы уже знаем страну где за лайки уже сейчас но если не казнят то сажают а там как повезет кратко украинский министр энергетики герман галущенко заявил что предстоящая зима станет самой тяжелой в истории украины депутаты государственной думы предложили повысить минимальный размер оплаты труда до уровня 30 тысяч рублей в месяц стало известно о боях в белгородской области павел дуров при получении гражданства франции взял имя поль и фамилию дюров пятерочка подала иск против профсоюзной первички собственных работников полтора года назад сотрудники торговой сети создали первичную профсоюзную организацию когда начальство пыталась изменить условия примирования супервайзеров с тех пор активистов постоянно пытаются уволить но профсоюз отстаивает их в судах сеть принадлежащая олигарху фридману не сдается и продолжает вредить работникам подавать иски примеру осенью прошлого года суд признал протокол собрания работников противоречащим законодательству а первичную профорганизацию не созданы проблем начались и у профсоюза который оказывал помощь активистам в регистрации документов когда в первичке попытались оспорить решение оказалось что это невозможно судебное решение вместо положенных по закону пяти дней выдавали только через шесть месяцев при этом оказалось что судья при рассмотрении дела руководствовался законом об общественных объединениях вместо закона о профессиональных союзах что по оценкам юристов являлось экстраординарным случаем ну случайно такие вещи в наших судах не происходит если бы у судьи отчитывались реально о неожиданно возросшем благосостоянии после того или иного знакового процесса все выглядело бы вообще прозрачно но сейчас частное дело девятнадцатом году газета таймс объявила фридмана богатейшим жителям лондон состоянием в 15 миллиардов долларов в двадцать первом году журнал форбс поставил фридмана на 11 место в списке богатейших предпринимателей предпринимателей россии и вот с таким счастьем господин фридман даже не на агент в феврале 22 года фридман написал я родился в западной украине жил там до 17 лет мои родители граждане украины и живут во львове моем любимом городе прав 15 марта 22 года санкции против фридмана так же прочих главных акционеров альфа групп все равно были введены великобритании в марте 23 год стало известно что несколько российских публичных персон поддержали отмену санкции в отношении михаила фридмана и других акционеров альфа банка действующий на тот момент руководитель фбк значит что орган леонид волков сообщил что в 22 году направил в личном порядке в адрес глав ес письмо с просьбой пересмотреть санкционный список он предложил исключить из него российских бизнесменов осуждающих вторжение россии на украину в том числе михаила фридмана петра авина германа хана алексей кузьмичева российский предприниматель евгений череваркин также подтвердил что поддерживает фридмана и авина российский политик леонид гозман уточнил что предоставил властям ес некоторые факты которые попросил учесть при принятии решений по фридману и авина 19 сентября 23 года власти великобритании внесли обновленные формулировки в обоснование причин санкций наложенных на фридмана теперь его называют не прокремлевским олигархом а лицом затронутым ограничениями в отношении россии и вот с таким счастьем фридман не просто продолжает руководить предприятиями в россии он еще и давит профсоюзы на этих предприятиях и как так ловко решает вопросы в судах что обычно выступающие на стороне работников российские суды целиком и полностью поддерживают позицию фридмана даже несмотря на закон не каждому удается так ловко решать вопросы даже будучи в москве они тоже сидя под санкциями в лондоне только за первый квартал этого года чистая прибыль x5 групп сети пятерочка удвоилась и достигла 24 миллиардов рублей а работники да что с ними сделается к ногтю что в москве что в лондоне узбекистане оштрафовали несколько сотен мужчин за ношение бороды такие обвинения предъявляют в соответствии с законодательством республики нахождение в общественных местах закрытым лицом степени не позволяющий идентифицировать личность влечет за собой наложение штрафа в 3,4 миллиона до 5,1 миллиона сумм это 37 тысяч рублей примерно по курсу на 26 августа это глазит административный кодус узбекистана борода там считается закрывающим лицо препятствия всего насчитывается около 800 дел заведенных из-за ношения бороды в случае отказа от задержания или бритья мужчин могут обвинить в хулиганстве противодействия требованиям сотрудников правоохранительных органов не не поеду в ташкент не хочу бриться